Мы, друзья, по мосту разводному переезжаем из Сан-Джозеф в соседний городок, который называется как? Бентон-Харбор. И Бентон-Харбор как бы считается таким местом, где есть приличная часть и как бы гетто, что ли. Вирпл это большая компания, очень большая компания, которая производит вот appliances, то есть плиты, там духовки, холодильники, стиралки. Это один из ведущих нанимателей, работодателей в этой области. Так а где гетто? Сейчас заедем. Вот это мы сейчас downtown Benton-Харбор. В 50-х годах здесь было все. Магазины, то есть здесь был Sears, кинотеатры, весь шопинг этого всего округи происходил здесь. Это не было гетто? Нет. А что случилось? Потом многие фабрики закрылись, переехали на юг или просто закрылись. Вот видите, стоят просто пустые здания. Это все были фабрики. KitchenAid, тут много было фабрик для запчастей, для автомобилей. И ушли фабрики. Некоторые работники вместе с фабриками переехали, а остались те, кто не захотел или как обычно беднота, у них нет денег, чтобы перебираться. И вот в итоге начал этот город медленно опускаться вниз. Видите, все это была роскошь. Сейчас его пытаются восстановить. Тут очень много денег инвестируется, но по-прежнему тут есть огромное здание, шикарная банка. Вот бывший кинотеатр закрытый стоит. Я когда впервые этот проехал здесь в 95 году, было ощущение, как вот фильм про то, как, знаете, 20 лет спустя после ядерной войны. То есть пустой город. Посмотрите, какой-то был банк здесь раньше. Это здание на продажу за 45 тысяч долларов, по-моему. Вот это здание. Да, Farmers and Merchant Bank. Ну да, кому нужно здание, если здесь нет людей, нет торговли, нет клиентуры. Сейчас мы поедем в сторону. То есть это вот downtown. Здесь, как говорится, пытаются что-то делать, а мы сейчас поедем в сторону, где именно гетто. А гетто это имеется, потому что черные там живут, да? Да. А черные, которые там живут, они работают где? Или вообще не работают? Или как на Welfare? Да, Welfare. Тут около, наверное, 90 процентов. Они сидят просто и получают 600 долларов в месяц. Здесь небольшие идеи. Да, ну хватает. И тут Беннабра считается перевалочным пунктом между Детройтом и Чикаго по наркотикам. Я сейчас хочу заехать показать вам один. Так, а откуда-куда наркотики из Чикаго в Детройте? Я не знаю направление, но это считается перевалочным пунктом. Сейчас понял. Ну вот дом приличный стоит там, вот я вижу. Это партнеты какие-то, по-моему. Да, вот этот вполне ничего. Здесь еще что-то пытаются, вот там, куда я хочу вас завести, там, посмотрите. Там даже пытаются. Да. Там, дело в том, что когда здесь были деньги, было очень много дорогих, больших домов, где жили там врачи, доктора, лойеры. И потом, когда они съехали, естественно, такие огромные дома, очень тяжело, дорого за ними ухаживать. И они просто стояли пустые годами, потом их сейчас просто сносят ноги, потому что уже не так их не отремонтировать в слишком запущенном состоянии. Видно, что что-то раньше здесь было. людей вообще нет на улице. Да, в основном все на машинах. И это, друзья, понедельник. У нас понедельник утро. Какое сегодня, число 17? Да. И тут один очень шикарный кирпичный дом стоит пустой, забитые двери, забиты окна. Вот я хотел вам показать, что туда заедем. По сравнению вот с тем Детройтом, которым всех пугают, что там что-то город-призрак. Это такого типа этот квартал? Да, вот видите, это что-то похожее. Только там, наверное, несколько раз хуже. Где? В Детройте. Ну, в определенных местах, естественно. Ну, тут тоже, как это... Раньше была большая индустриальная база. База исчезла и исчезли вместе с производством деньги. Остались люди, у кого, так сказать, никуда не хотят двигаться, ни зачем они не стремятся. Будем тут направо подъемы. Потому что совершенно замечательно улица, никого нет, зелень. И тоже Вайопул здесь находится. Вайопул, да. То есть они... Их тут очень сильно упрашивают. Они пару раз раздумывали на том, чтобы съехать тоже на юг. Там дешевле, наверное, земля дешевле, бизнес держать. Ну, их тут очень сильно упрашивают. Если Вайопул отсюда едет, тогда будет действительно очень тяжело здесь. Ну, нет сведушек есть у них или просто это здание заберет? А, нет. Вот это. Рабочие места сведутся. Так. Так. Кван еще, что ли? Нет. Нет. Тут просто... Там стояло два больших дома. Такая побитая дорожка. Да. Остался только один. Я сюда приезжал, делал видеосюжет. Вон он стоит. Большие дома, где жили врачи и отвергаты. Вот он. Вот этот дом большой, кирпичный, забитый. Красивый. Красивый, да. Ну, видно, что в запустении, конечно. Уже его давно. Ведь даже позабивали окна, чтобы люди туда не залазили. Крыша еще такая, еле же вроде не течет. Знаете, когда пустой дом, особенно в Мичигане, это уже с зимы, он медленно, уверенно будет приходить негодность. Видите, кто-то мусор здесь выбрасывает, начал уже. Вот там дальше люди живут. Да, да. Ну, вот здесь был другой дом, такой уже плана, но уже был в таком... Снесли. Снесли его. Здесь очень заметно. Вот сейчас мы будем ехать, и вот буквально, знаете, такое ощущение, как вот смотришь человеку в рот, и вот зубов не хватает. Ага. Вот тут стояли дома, домов больше нет. То есть пустые участки, и это вот признак того, что раньше... Но с другой стороны, вот те, что справа, они... Ну, нельзя сказать, что они как-то очень такие зажиточные, но... Это жилые. Дома можно тут за 20 тысяч долларов купить, за 30 тысяч долларов. Да. Но если тут белый человек по сельце, вы добежать будете? Аааа, возможно. В зависимости. Есть, которые у нас тут, где можно, живут и чуть-чуть белых, чуть-чуть черных, но вот в некоторых это исключительно черных. Вот классические автомобили. Если такие автомобили припаркованы, это уже не знаете, вы в гетто находитесь. Это так называемая Donk Car. Огромные колеса, 26 инчей, наверное, на старом каком-то Шевролете. Это не считается самой такой крутизной. Ну, вообще, я замечал, что вот нас тоже вот, афроамериканцы, они любят такие старые машины. Какой-то в этом, видимо, есть шик, я не знаю, фаны. А в чем людей нет, если они не работают, где они все? Сидят или телевизор смотрят. Ну, это, вроде, вполне приличный такой. Вон, товарищ. Ну, это некоторые здесь. Здесь пытаются тоже это или сносить дома, или вот, мы тут тоже было огромное дом, его превратили в много квартирный. Сейчас, вроде, Витя пытаются его подкрасить. Ну, так вот проезжать не страшно, никого нету. Нет, нет. Это довольно чисто бред, не то, что там какая-то помойка. А мне, знаешь, когда я сказал, что мы едем в Сан-Жозеф, мне говорят, вот, вы, говорит, снимите вот этот вот, как он называется здесь? Бентон-Харбор. Бентон-Харбор, вот там. И я пошел там в Википедию почитать, что за Бентон-Харбор. Какой домин. Да, да. И там действительно какая-то страшная статистика и по демографии там, и... Ну, в общем, я почитал, мне там как-то не по себе даже стало. Ну, на самом деле нету такого вогнетающего зрелища в Сан-Жозефе. Ну, вот так мы едем сейчас, вроде ничего, да. Все нормально, спокойно. Друзья, вот это гетто американское. Машин вообще нету, это все тихо. Да. Люди с палками тоже не летают. Светофоры, а зачем с палками-то? Ну, если они такие агрессивные. Побить белого человека. Не бегать. Там поздно вечером в определенные районы, там, скажем, это куда народ ездит покупать наркотики, там есть места. Только ты у нас такой еще. Ну, в это видео немного необычное древище человека с колясками. Так мы уже покидаем или что? Мы сейчас поедем, там есть тоже очень такие шикарные огромные дома в запышленном состоянии. Вот этот дом такой в горном одиночестве стоит. Вот мы пришли в такое место, где забитые окна. Ага, где пошли большие дома заброшенные. Это все заброшенное? Или живут, но там выбили окна, нет денег, это и монтировать, забивают досками. Вот этот вот большой кирпичный дом был пожар. Видите, такой шикарный здоровенный домино. Да. Ой-ой-ой. Вот это уже все на последней стадии. Угу. Ну да, он уже совсем. А кирпич хороший. Кирпич добротный. Вот эти, смотри, у тебя дома. Ну вот интересно, это смешанные семьи, белые и черные. Семьи? Да, вот шешли с детьми только что. А, ну почему нет? Почему нет цвета? Это вы сколько хочешь. Это симпатичный даже. Этот купил полицейский белый, я туда пианино завозил как-то. Вот напротив его пытаются отремонтировать. Ну это вообще чуть не юттерянский. Да, это, они называют их Queen Anne, да, королева Виктории, да, главный стиль. Я из этого дома пианино перетаскивал в тот дом. Угу. Они его купили за 65 тысяч долларов этот дом. Угу. А там из вишневого дерева вся dining room, да, столовая уделена, потолки там врезные. Он говорит, сейчас такую работу сделать за 100 тысяч долларов заплатить только за этот дерево. Это вот этот напротив дом, да? Вот в этом, в этом именно, да. Так этот полицейский купил или вот этот? А этот другой купил, но ведь он видать не сложились дела, он уехал с него, то есть начали ремонтировать и не закончили. Вот шикарный дом, да, он же красавец, да. Да, его, наверное, там в таком состоянии так за 20-30 тысяч долларов сейчас можно купить. Но там надо увалить, наверное, 200, чтобы отремонтировать. Ну, скромненько можно как-то подешевле, а вот слева огромный дом. Да, вот на этой улице жили врачи, адвокаты, банкиры. У меня один из моих сотрудников жил в Бентон-Харборе. И говорит, ну, у них две большие собаки постоянно в доме, потому что, говорит, и периодически народ пытался взломать, залезть. Ну, сегодня можно поставить камеры, секьюрити, чтобы... Нет, отпугнуть же надо. Ну, все равно, знаете, допустим, где я живу, мы вообще дом не замыкаем, машины не замыкаем.